И Святого Духа. Аминь. И очистины от всяких скверных, и спаси, блажен души наши. Благослови, Господи, наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. И прибудь с нами в этот день, и Тебе славу мы высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и близне и вовеки веков. Аминь. Благослови. Так, братья, мужи, завтра начинается пост, напоминаю всем, Успенский. Такой же строй, как и Великий пост. Он будет до 27 августа. Спасибо, Риктор. Завтра сухоядный, насколько я знаю. Так, мы остановились, где? Иоанн Галитуана, 3 глава, с 22 по 24 стих. Так, сейчас напомню, что было до этого. Так, это он говорит, получается. А, вот этот разговор с Никодимом был. Да. Здесь он говорит, как Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своей Донародный, дабы всякий, верующий не погиб, но имел же вечную. Верующий в Нем не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Так, да. И вот мы дальше читаем. После всех этих слов. После всего пришел Иисус с учениками Своими, в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, в Блиссалиме, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Толкование. Слышав, что он крестил, не подумай, что он сам крестил. Крестили ученики его, но дело учеников евангелист относит к учителю. Далее сей же евангелист говорит, что Иисус не крестил, а ученики его. Это Иоанн Белитвана 4.2, там мы это прочитаем. Спросишь ли, почему он сам не крестил-то? Узнаю. Иоанн прежде сказал, что он будет крестить вас Духом Святым. Матфея 3.11. А Духа Святого он еще не давал, потому что было еще не время. Итак, если бы он крестил, то или крестил бы без Духа, и чем бы тогда разнился от Иоанна, или давал бы Духа и прежде времени, а это не достойно Бога, делающего все вовремя. Когда же было время давать Духа? Когда же время было это давать Духа? Время после Вознесения. Ибо естеству нашему, во Христе Иисусе, нужно было уедиться к Отцу безгрешно и по примирению, таким образом, Бога с нами, быть не способна Духу, как богатому и щедрому дару. Если бы он перестал крестить, чего бы не сделали ученики его при зависимом расположении ко Христу? Если он весьма часто, взывая и всегда уступая прежнему Христу, не убедил их обратиться к Нему, то какую бы зависть возбудил для них, когда бы перестал крестить? Посему и Христос особенно начал прорезть тогда, когда Иоанн был заключен по причине зависти учеников крестителя. Я думаю, что и кончине Иоанна допущено быть весьма скоро для того, чтобы все расположение народа перешло ко Христу, и он не потерялся в мыслях о том и о другом. Иоанне Христе, то есть нужно, чтобы не было разделения, ученики Христовы крестят крещением, не имеющим ничего больше перед крещением Иоанна, ибо то и другое несовершенно, как непричастные духа, хотя цель обоих одна, крещаем их привести ко Христу. Вот интересно, что вполне логично объяснено, почему сам Христос накрестил. Действительно, если бы он крестил, то он должен был быть сказан, что он даст духа, а так как он еще не время было духа, то если бы он крестил, получается он бы крестил без духа. Тогда бы он ничем бы и не отличался от Иоанна. Но как все разумно-то сделано. И интересно, что он начал проповедовать, особенно когда Иоанна темницу ввергли. А до этого, а Иоанна за что его ввергли, как темницу? Ну, он из-за того, что обличал, обличал ирода. То есть, как промысел Божий все устраивает. То есть, Иоанн, выполняя промысел, выполняя волю Божию, обличает беззаконника. И за это тот его, как бы, ввергает в темницу. Но и это есть воля Божия, чтобы Господь начал проповедовать. Но самому преступнику, беззаконнику, ироду, это ни капли не поможет, что он выполняет волю Божию. То есть, это как попущение Божие идет, которое Господь направляет все в пользу. И так и у нас все происходит, да. Что даже враги, безбожники, хулители Бога, они, что они не делают, Господь все равно все направит к благу. Но им, к благу для тех, для праведников. Ну, а самим этому, это нисколько не поможет. Самим беззаконникам. Братья есть, что кому добавить? Может, какие-то вопросы есть? Вот тут по крещению все-таки написано, что... Как тут написано? А Иоанн также крестил Генони, Блиссалима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестители. То есть, и крестились. То есть, много воды. Значит, погружение было. Искали, где много воды. Так, тут вопрос. Да, хороший задается. Получается, что крещение Иоанна и учеников было без духа. А для чего тогда оно было? Есть ответ у кого-нибудь? Я могу дать ответ? Ответьте, пожалуйста. Это было крещение в покаянии, как у Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был исполненным духом от чрева Елизаветы. Поэтому дух святой был на нем. Но он крестил покаянием, а не духе святом. Потому что еще дух святой не сошел, чтобы обличить весь мир. Да, верно, Татьяна. Крещение Иоаннова и крещение учеников было без духа святого. То есть, дух святой только Христос уже непосредственно в день по Пятидесятнице в полной мере возвел на всех учеников своего духа. И тогда уже люди после, когда образовалась церковь, крещались. И тогда на них, когда они крестились, на них сходил дух святой. Апостолы на них возлагали руки, и на них тогда сходил дух святой. Сегодня это руки не возкладывают. Сегодня это помазывание миром. На котором епископы, а епископы это они идут от апостолов, тоже возкладывают руки, молитву какую-то проситывают. И то же самое. То есть, если человек помазывает, и это то же самое. И по сути, если человек правильно все входит в церковь, то есть, он покаялся, оставил все свои грехи, растоптал свои я, отвергся себя, взял крест свой, пошел за Христом, и его крестили, и помазали, и на него сойдет святой дух. Так правильно это устроено. А тогда было для прощения. И мы видим, что когда Господь говорит, допустим, женщине или мужчину расслабленному, что прощаются тебе грехи твои, он не говорит, что прощены грехи, так как грехи еще не прощены, так как крещение еще духом святым тоже не произошло. Хотя покаяние есть, но грехи еще на нем, на людях. Он говорит, прощаются, то есть, они еще прощаются, но еще не прощены. До сих пор на Востоке есть небольшая секта Магдиев, почитающая крестителя за Мессии. Мандиев, секта Мандиев. С тех пор они такие, несмотря ни на что, они вот его занесли. Ну вот, это, наверное, из тех вот учеников, которые как раз-таки особо выраздовали-то, не хотели принять Христа. Так, а кто тут включил... Кто-то включил демонстрацию крана. Выключите, пожалуйста, демонстрацию крана. Так, кто только не пойму я. Вот у кого... У кого горит, да, вот эта кнопка, да, остановить показ. Да-да-да-да-да-да-да-да. Остановить показ, вот. Сейчас видно? Сейчас все нормально стало. Да. Так, у меня не видно, да? Вячеслав, текста не видно, только тебя. А, да. Все. Сейчас должно быть стать нормальным. Как сейчас? Текста нет. Ну, текста сейчас появится. Я не включил, сейчас я сомневаюсь. Вот текст. Правильно? Да, все хорошо. Ага. Да, все тогда продолжаем. По этому вопросу понятно, что это была подготовка к кричению духа. Духом. То есть, я так понимаю, вот может кто поправит, что уже водой не крестили больше. Вот те, кто были крещены Иоанном крещением или крещением от апостолов, то водой они уже не были крещены после. То есть, на них сошел просто святой дух и все. А уже последующие люди, они и крестились в воде, и когда на них возлагали руки, на них сходил святой дух. Ведь так это было? Подтвердите. Евреи, которые пришли и каялись перед пророком Иоанном, они крестились о крещении Иисуса Христа. А когда уже язычники, когда они проповедовали язычники, начинали верить в проповедь апостолов, то их крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но до сих пор еще существует у евреев покаяние Иоаннова. То есть, у них есть тоже погружение в купели троекратно как прощение грехов, но не в духе истинном это все. Интересно. Вот у Архимандрида Карелина интересный ответ на вопрос наш, похоже. Иоанн образ покаяния Христос любви покаяния соединенный с милосердием приводит человек к любви. Другой путь любви смиряясь свой дух, прощай обиды и молись о даровании любви. Третий путь любви ежедневно читать Евангелие никого не осуждать усердно заниматься Иисусом молитвом. Это стандартный монашеский ответ. Вдруг нам интересно что креститель не видишь как. Ну да, как бы тот, что это покаяние образ покаяния. Правильно. Первые гибрии идут. Так. Продолжаем. Тогда у Иоановых учеников предошел спорт с Иудеями об очищении и пришли к нему Иоанну и сказали ему Равей тот который был с тобой при Иордане о котором ты свидетельствовал вот он крестит и все идут к нему Иоанн сказал в ответ не может человек ничего принимать на себя если не будет дано ему с неба Толкование При споре учеников Иоанновых с одним иудеем зашел вопрос о крещении Иудей ставил выше крещения учеников Христовых а ученики Иоанновых крещения учителя своего заспорившие об очищении то есть крещении приходит к учителю своему и начинает его подстрекать говоря учитель тот который был с тобой который имел степень ученика отделился и крестит тот о котором ты свидетельствовал то есть которого ты крестил которого ты сделал знатным а смеется делать то же что ты сверх всего некоторые и не внимают тебя а ему внимают все ибо все говорит идут к нему а тебя оставляют Иоанн желая устрашить их и показать что они препятствуют Христу и отстраняя его от славы враждуют против Бога говорит не может человек ничего принимать сам от себя и далее если бы говорить не было дано с неба то не возрастал бы тот которому вы завидуете посему вы за раз согрешаете дважды первый раз тем что противитесь определению Божию а другой раз тем что не предпринимаете невозможное вместе с ним не пойму первый раз он согрешил тем что противится определению Божию а другой тем что предпринимаете невозможное Вместе с ним он их и успокаивает Несколько тем, что побеждающий их не человек, но Бог Да и мы, говорит, что имели, то имели не от себя, а с неба Если же дела Христовы славные То не нужно удивляться, ибо так угодно Богу Ну вот Понятно Евангелие Туан 3, 28 по 30 стих Вы сами мне свидетели в том, что я сказал Не я Христос, но я послан перед ним Имеющий невесту ей жених, а друг жениха Имеющий невесту ей жених, а друг жениха Стоящий и внимающий ему радуется Радостью радуется, слыша голос жениха Сия эта радость моя исполнилась Ему должен расти, а мне умоляться Ну то есть он показывает, что он вообще здесь только ради него и был То есть ученикам он об этом говорит Ну и конкретно они к нему претернии это предъявили Что ему столько объясняться пришло И ученики-то неплохие-то люди в принципе Это же среди них и апостолы, которые стали в итоге Если бы к этому жениху не приходила невеста То есть народ Тогда я, невестоводец, скорбел бы И теперь же, когда это случилось Я весьма радуюсь, ибо вижу, что жених Христос вызывает к невесте народа и учит его Не без цели, сказал, стоящий Но с ним показывают, что его дело кончено И он стоит уже без действия И что ему, наконец, нужно стать И только слушать учения Христа И беседу его с невестами Вот интересно, да, что Как много играет значение слов То есть вот не обращаешься внимания Когда он говорит, что стоящий Про себя говорит Что он стоящий Ты не обращаешь внимания об этом В голову То есть он говорит А друг жениха стоящий, внимающий Радуется, радуется А сколько заложено в этом стоящем В этом слове Смысла То есть это слово показывает Что его дело кончено И он стоит уже без действия Что все Иван Креститель закончил свои действия Он уже стоит Теперь действует жених Видите, как много-много И каждое слово, если разбирать Оно каждое несет такой смысл Который мы даже не подозреваем Мы привыкли Потому что часто бывает Паранословишь, пустословишь И слова божественные Также воспринимать пусто Не внимая их Его смыслу И вот здесь нам толкование Для этого видано Мое говорит Дело окончено И я передал народ ему Посему В моей славе нужно умоляться О его расти И как утренняя заря Закрывается солнцем И кажется многим Что свет ее угас Хотя на самом деле не угас А закрывается больше Так без сомнения Деница предтеча Покрывается мысленным солнцем И потому говорится Что он умоляется Христос же Растет Потому что короткое время Делает себя известным Через чудеса Мало по малу А не вдруг Он объявляет Что он есть Бог Господь И жених Всякой души В брачной комнате В которой бывает Современнее Есть место крещения То есть церковь Дает он Не есть и залог Прощение грехов Общение Духа Святого А остальное В будущем дети Придал достойных Ведет В лучшие и высшие Таинства Да А сейчас Как происходит Господь И жених Всякой Брачной Брачной комнатой В которой Бывается Днем Есть место крещения То есть Места крещения Тоже нету Крещения нету Отняли Дает он Не вес Залог Прощения грехов Покаяния нету Соответственно Прощения нету Общение Духа Святого А Духи Святого Вообще Никто ничего не знает Как его Что стержать Что это такое А остальное В будущем Веке Когда он Достойных Идет Лучшее и высшее Таинство Братья Есть что Сказать Кому По этому поводу По этим тихам Какие-то вопросы Машли Давайте Участвуйте Вот у нас Многие Задают вопросы Можно ли Моченым Причащаться Да Только исповедоваться Вот мы читаем Что Брачные Комнаты нету Прощения Грехов Нету Как можно Подходить К причастию Почему-то Не задумывается То есть Есть у нас Только Мы запечатлены Вот Которые Церкви Приходят Просто Печать Дара Духа Святого То есть Миропомазание А прощения Грехов Нету То есть Человек Запечатлен Но живет Также Во грехах Так как Он Не имеет Прощения Грехов Да Ну и как еще Определить Что человек Покаялся Или не Покаялся Прощены Выкини Крещены Ну Если он Прогревает Если нету Пооружения Полного Трехкратного Как Могут Быть Прощены Не Прощены Если Он Даже О Христе Не Слышал Благою Вести Ничего Не Слышал Он Просто Приносит Ребенка Да Или Сам Взрослый Я Хочу Креститься Или Как Коммунисты Раньше Крестятся Вот Игнат Игнат Как Рассказывал Случай Коммунистка Крестилась Да Она Даже О Христе Не Слышала Она Даже Не Верит То Есть Просто Страх Пересмерти Что Бог Сейчас Все Простит И Она На Тот Свет Уйдет В Рай Там По-моему Какая-то У них Там Проверка Что Назревала Ей Сказали Хреститься Нет Он Сам Когда Входил В Храм Он Побеседовал Пока Там Батюшка Что-то Делал Он Побеседовал С Не Рассказал Ни О Христе Ни О Чем Просто Совершает Своё Дело И То Не Так Как Должно И Вот Так Вот Получается То Есть Люди Нерожденные Ни Покаяния Нет Ни Обличения Нет Ни Выговора Нет Ничего Да Это Любови Называется Кстати Говоря Всех Пускаем В Церковь Всех Зовем В Себя Они Называют Это Любови Сегодня Я Скидывал Статью Такую Да Если Кто Не Читал Почитайте Это Вопрос То есть Ответ На Вопрос Там Описывается Как Конкретно Один Человек Владимир Не Помню Как У Ни Фамилия Дебунов Что Что То Такое Дебок Дебовский Да Такое У нее Фамилия Владимир Дебовский Тоже Какое-то Время Несколько Месяцев Или Полгода Он Уже Жил По-моему У Игнатия Тихонича И вдруг Наверное У него Этот дух Проник Дух Людивого Он Начал Говорить Что Все Любовь Везде Любовь А у Вас Людивей Нету Потому Что Строгие Вы 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 У Амбросия Юрасова И от него Появила Любовью Я понял Что Самое Главное Это Любовь Ну Действительно Самое Главное Это Любовь Без Страха Божьего Любви Быть Не Может И Игнатий Тихонович И Братья Его Вразумляли Говорили Что Ты В прелести Находишь Нету Тебя Любви Говоришь Даже Элементарного Ничего Нету Ни Смирения Ни Послушания Ни Боже Любви Быть Не Может И Он Огромный Просто Огромный Разговор И Он Так Их Не Послушал И Все Ушел Осудил И Ушел И Последствия Были Такие Как И Было Его На Костылях Нашли По Пьяни И Побил И Покал И Пропал Человек Да Любовь Любовь А Это На самом Любовь Дух Булга Наш Это Из Опыта Знаю Этот Дух Булга Прикрывается Любовью У Душевного Человека Понятие Любви Плотское Он Не Понимает Божественной Любви Кто Не Понимает Божественной Любви Я Предлагаю Это Читать Постоянно Три Послания Евангелиста Иоанна Первое Второе Третье Вот Пусть Почитает Каждый Стих И Задумается А Как Я А Кто Я А Как Я Живу И Следует Себя Соответствует Он Словам Иоанна Богословия Любимича Евангелиста Или Нет И Потом Пусть Разговаривает О Любви Да Быть Проникнутым Духом Мира И Любви Невозможно Но Она Редится Под Любовь Хотя Иоанн Апостол Любви Говорит Что Не Любите Мир Не Того Что В Мир Кто Любит Мир Любви Очень Это Яков Говорит Нет Это Говорит Иоанн А Яков Говорит Прелюбодейцы Прелюбодейцы Дружба С Миром Есть Важа Против Бога И Так Кто Хочет Быть Другом Миром Тот Станется Врагом Бога А Это Иоанн 5 18 1 Иоанн 5 18 А Это Иоакова 4 4 Насколько я помню Или 2 15 Первого 1 Да 2 15 Правильно Ну вот это Смотрите Вот это Сколько Я почитал Читаю Ответы На вопросы Сколько Людей Отпадает Погибает Вот именно Покупаясь На этот Любвизм Так называемый То есть Никакой Любви Не имеют Да Когда Человек На это Покупается У него Сразу Происходит Несколько Таких По нему Видных Изменений Он Перестает Держать Строго Посты То есть Он Перестает Получается Своё тело Смирять Он Второе Он Начинает Как бы Как бы Человек Крещен Когда Человек Настоящий Верующий Крещеный Он Ограждает Себя От общения С неверующими Людями А этот Человек Из-за того Что он Любит Всех Он Всем Улыбается И наоборот Стремится Пообщаться И Он Даже Может Думать Что Он Хочет Любовью Свою Христовой Как будто Поделиться С другим Человеком И что Увидя Его Любовь Человек Придет К Христу Вот Это Такая Ошибка Которая Пятидесятников Это Разбит Очень сильно На самом деле Это Все Ведет К одному К дуду Больше Ничему Это Не ведет Человек И чем Раньше Трен Осознает Тем У него Больше Шансов На покаяние Но Это Вероятность Очень Маленькая Но Бог Все равно Может Чему Я так Уверенно Говорю Я Просто По себе Знаю Я Это Все Прошел Людизм У меня Все Это Было И Я Прошел Самое Тяжелое Время Грехопадения В моей Жизни Это Обман Ты Читаешь Евангелие И Вкладываешь Везде Свой Смысл Да Не Моется Давайте Продолжим Или Есть Что Рассказать Я Почему Разговарив Разговорить Некрещеный Человек Может Быть Стать Быть Рукоположенным Священнике Там И так Далее Епископ Некрещеный Из опыта Мы видим Мне кажется Что Может Чисто Из опыта Знаем Что Может Такой Ну Как Вот Как Я Там Как Многие Здесь Не Знали Что Они Крещены Но Причащались Причащались Узнали Все Приняли Крещение Теперь Подожди Так же Священнику Тут Надо Размышления Останавливать Потому что Если Допустим Начать Размышлять Так Что А значит Он не Священник А значит Он не Епископ Вообще И значит Он не Епископ Он не Может Затого Полагать И все Пошло Поехало Если Размышление Остановить То Все Это Однозначно Уход Тут Надо Останавливать Просто Это То Это Уже Божие Там Оттуда Лезть Не надо Умом С вами Мне кажется Так Продолжим Иван Белитулана 3 глава 31 по 34 стих Приходящий Свыше И есть Выше Всех А Сущий От Земли Земной И есть И говорит Как Сущий От Земли То Это Говорит Иван Приходящий С небес Есть Выше Всех И Что Он Видел И Слышал О Том И Свидетельствует И Никто Не Принимает Свидетельство Его Принявший Его Свидетельство Сим Запечатлел Что Бог Истинен Ибо Тот Которого Послал Бог Говорит Слова Божьи Ибо Немерую Дает Бог Духа Вот Эти Слова Вообще Надо Тщательно Разбирать На самом Деле Мы Конечно Проходим Сейчас Быстренько Еще Не Фак Что Все Всего И Славит Даже Я Не Все Усваиваю Но Это Все Равно Какая Часть Усваивается Уже Порезно Потом Еще Будет Толкование Хотя И учение Самого Предтечи Было Божественное Но В сравнении С учением Христовым Оно Имеет Много Земного Об этом Говорит Он Говорит Что Видел И Слышал То Он Говорит И Свидетельство О том Что Слышал От Отца И Что Видел То Что Знает До Точности Непосредственно Он Все От Отца Знает Иисус Но Свидетельство Его Не Принимает Никто Из Тех Которые Не Внимают Истину А Кто Принял Свидетельство То Из Учения Его Тот Запечатлел То Есть Показал Притвердил Что Бог Истинен То Если Принять Его Свидетельство Человек Протверждает Что Это Божественное Ибо Кто Верует По Способам От Бога Тот Верует Богу И Всем Запечатлевает Он И Доказывает Что Поверил И дает Меру А Христу Не дает Ни Меру Ни Без Меру Ибо Христос Имеет Его Существенно То Ему Ни Мера Ни Без Мера Не Нужна Он Полностью Имеет Эту Силу Духа Как Бог Слышишь Что Он Послал Понимай Так Что Он Послал От 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 Солнца Апостол Говорит Послал Бог В сердца Ваша Духа Сына И в другом месте Если кто Если кто Не имеет Духа Христова То То Не Его Римлян 8 9 Латины Худо Принимая И понимая Слова Се Говорят Что Дух Исходит От Сына А Мы Скажем Им Во-первых Что То Что Иное Быть От Кого Нибудь И Иное Чем Нибудь Что Дух Есть Дух Сына Это Не Подлежит Сомнению И Подтверждается Всем Писанием Не Вели Двух Виновников Духа А Именно Отца И Сына Так Говорят Но Он Дунул Учеников И Сказал Примите Духа Святого Иоанн 20 22 Какое Ложное Понимание Если Он Дал Дух Ученикам Тогда Когда Дунул На Них То Как Он Говорил Им Что Через Несколько Дней Пусть Силу Когда Сойдет На Дух Святой Но А вот Действительно Вопрос Когда Он Дунул На Учеников Сошел На Них Дух Святой Или Не Сошел Ведь Потом Сказано Что Он Сошел Уже В виде Языков Или Зачем Мы Веруем Что В Пятидесятице Было Несшествие Духа Если Он Дал Его Вечеру Дня Воскресения Своего Он Дал Им Тогда Не Дух Святого Но Одно Из То есть Это Было Дано Прощение Грехов Это Дрование Духа Но Еще Не Сам Дух А Сын Имеет Дух Существенно Как Единослущный Ему Они Как Приводим Им Действие Ибо В действие Приводятся Пороки Называется Духом Сыновнем Потому Что Сын Есть Истинные Силы И Премудрость А Дух Святой Исай Писает Как Дух Истинный И Что Людям Подается Через Сына Ты Веришь И Дух Исходит Отца А Твари Подается Через Сына И Это Будет Правил Православие Ну Вот Здесь Догматы О Нисхождении Святого Духа Описываются Как Раз И Вот Видите Как Написано Что Бог Истинный Ибо Тот Которого Послал Бог Говорит Слова Божие Ибо Не Миру Бог Дух То Это Означает Что Все Пороки Им Миру Давал Бог Дух А Иисус Христу Не Миру Он И Так Имеет Этого Духа И Без Всякие Миры Поясняю Еще Почему Важно То Что Святой Дух Иисус Потому Что Если Он Исходит Из Сына То Логически Это Значит Два Духа То Один Сын Исходит От Другой От 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 Од Не Один Дух Я Знаю что ну я когда раньше смотрел как бы изучал с католиками противостояния слабобрения это вот один из аргументов таких против того что святой дух исходит я цена но мне кажется тут нам даже не надо этим застряться в этом вопросе потому что это никак не влияет мы православные принимаем точку зрения православную потому что на соборах приняли решение что будет такой-то символ веры все договорились зачем это менять непонятно и следует различать исходят от отца сына и кем посылается сына тоже есть разница исходят от отца и кем посылается евангелие от Иоанна 3.35.36 отец любит сына и все дал в руку его верующих сына имеет жизнь вечную верующих сына не видит жизни но гнев божий пребывает на нём вот это место сразу отсекает вообще всех неверующих иисусах иста всех буддистов мусульман то есть им сразу текает надежда на любовь на спасение просто по этой причине отец толкованчатый отец все дал сыну по естеству а не по благодати так как он имеет бытие от отца то есть то естественно говорит что он и все имеет от отца и так сын имеет все что на небес и на земле ибо господствует над всеми хотя и не все желают этого впоследствии когда во второе пришествие поклониться перед ним всякое колено он получит полное господство над всеми когда злоба не будет уже иметь силы но оставаясь бездейственными покажет что привело добра от начала присущих всем и содержит все верующих сына имеет жизнь вечную в себе то есть самого христа который есть поистине жизнь ибо им мы живем и движемся а не верующий не вид жизни ибы кто произвольно отступился от жизни тот как будет тот как будет иметь ее когда жизнь и сам христос ибо и апостолу павел говорит когда и явится христос жизнь ваша тогда и вы став мертвым для зла и неподвижно явитесь во славе но все античеты но гнев божий пребывает на нем не сказал оставить его но останется на него показывает что никогда не отступит от него дабы ты услышав о смерти не принял ее за временную говорит что прибудет на него на том кто не веру наказание будет лично всеми сими словами посетите приводит об уже всех слушателей верила христа ведь и слова но вне божий пребывает на нем означает бесконечное мучение которое человек будет испытывать если не веру во христа после смерти не будет прибывает то есть постоянно прибыл потому что если допустим профессор осипов который проводит такую точку зрения что личные личные гены не будет то есть что бог так как бог есть любовь он он закончит то есть он перестанет этот как это возможно что бог есть любовь и бесконечное мучение тут мне кажется вот если свое точку зрения скажу но если уж сказано в евангелии конкретно что гену огню там будет плачет и скрежет зубов что это вечное мучение следом и сказано то мы не можем другой помыслить хотя по-человечески конечно хочется чтобы такого не было но мы так помыслить не можем поскольку нам просто слово божие не оставляет не оставляет камня на камне на эту теорию а все спасение да неBEROULDha не хотелось по-человечески это но мы не можем это применить потому что слово боже говорит о вечной гибели В огонь вечный сказано Вот Игорь пишет Кто говорит или думает Что наказание демонов и нечестивых людей временно И что после некоторого времени оно будет иметь конец И что будет восстановление демонов и нечестивых людей Да будет анафема То есть проклятие Так звучит девятый Анафематизм против оригиналистов Предложено святыми юстианами великим То есть это на вселенских соборах Мы не можем так веровать Кто так верует Он должен сразу выбросить это из головы И все забыть Как ничем не бывало А то ощущение Которое заставляет человека так веровать Это конкретно дух Который еретическую Его надо из себя изгонять Пустом и молитв Истинный Слово Божие Ну а что сладкий Кажется Но в Горьке окажется после смехи Глава четвертая Братик Давай участвуйте Если кто что хочет сказать по этому поводу Говорите Я хотел бы заметить по этому стиху Можно Да конечно Вот что значит верующий имеет жизнь То есть вот как сектанты Ошибка сектантов сегодняшних Что веруешь в Иисуса Да да верую О рад спасенный Здесь же говорится верующий Значит вера без дела мертва То есть это доказуется всей жизнью И по итогу дыруется жизнь вечная Так получается Да 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 Правильно ты говоришь Подметил что Можно Какую-то часть писания использовать Сектанты так использовать И на этом основании Строит уже свое спасение То есть они говорят Написано же верующий сын Имеет жизнь вечную Я верую в сыну Все Все значит Как бы я имею уже жизнь вечную Я не как мы спасены Но чем отличается Еретическое мышление От не еретического То что мы находим Места писания Где сказано Что недостаточно просто веровать Надо допустим И креститься Веровать и креститься Надо исполнять заповеди И много чего другого То есть А если только веровать То это будет противоречить Эту теорию Следовательно Если противоречит Библию Одно вместо другому Это ересь Да Оно не должно противоречить Другому местному Понимание Какого-то места Места писания Никогда не должно противоречить Другому месту писания Это вот основное Как заполнить Надо сбить в голову И все Тогда никакой ересь Не наследует Павел Виталий есть что сказать Нет особо Я что-то Задремал Маленько Давай воскреснем Да светит тебе Христов Четвертая глава Пошла Иоанна Иоанна Четвертая глава С 1 по 4 стих Когда же узнал Иисус О дошедшем До фарисеев Слухи Что он более приобретает Учеников и крестит Нежели Иоанн Хотя сам Иисус Не крестил А ученики его То оставил Идею Пошел Отель в Галилею Надежал же ему Проходить через Самарию Самарию Как правильно Так Когда же узнал Иисус О дошедшем До фарисеев Слухи Что он более Приобретает Учеников и крестит Нежели Иоанн Когда же узнал Иисус О дошедшем До фарисеев Слухи То есть Иисус узнал о том Что до фарисеев Дошел слух Что Иисус Иисус Имеет больше Учеников Нежели Иоанн То он это узнав, оставил людей и пошел опять в галилею. Читаем толкование. Фарисея, услышав об его славе и зная, что они позавидуют ему и восстанут против него, удаляются в галилею, научая нас двумя предметами. Во-первых, щадить врагов и всячески стараться не давать им повода к соблазну или зависти. Во-вторых, неразумно и без пользы не подвергаться искушениям, но удаляться на время, пока ярость украсится. Хотя он сидел остановить своих завистников, если бы они и устремились на него, однако же уклоняется, дабы дело воплощения не показалось призрачным. То есть, поясню, если он бы применил какое-то чудо сотворил, то можно было бы сказать, какой он человек, если он когда хочет, может уклониться от того, то есть его не поймать, какой он человек. То есть, у него, значит, просто человеческое плоти, как призрачный было. Поэтому он уклоняется сам, показывая, что он как человек, ибо, ну, и он есть человек. Ибо, если бы он постоянно удалялся из среды, то чего бы не сказали фантазиодокеты, то есть Манес, Валентин, Проклятий, Тисий и Ученики их, то есть Еретики. Евангелист, намекая на кривоту завистников, говорит, что хотя Иисус не крестил, однако же завистники, желая посетить фарисея против Христа, кривитая, что он крестил. Надлежало ему уже проходить через Самарию. И он заходит с Самариям, как бы между делом, с Самариямом, между делом, то есть это не. Иоанна, 4-й глава, 5-й по 6-й стих. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного Якову, сыну своему Иосифу. И там был колодец Яковлев. И Иисус, утрудившийся от пути, сел у колодеца. И было около шестолучаса. Стоит сказать, откуда произошли Самаряне, от чего получили они такое название. Самарон называлась гора от имени своего владельца. Так Иисайя говорит, глава Ефрема Самарон. Живущие под горою, изначально назывались не самарянами, а израильтянами. Но за скользление Бога они в разные времена предаваемы были ассирианам. Наконец, когда они вознамерились отпасть, ассирианин взял их в плен. И опасаясь нового отступниц, не получил им далее оставаться в их стране. Но усидел их между вавилонянами и медянами. И оттуда привел их из разных мест народа и к силам Самарии. То есть там жили израильтяне. Но так как они оскорбляли Бога, уклонялись от Него, то Господь их и наказал за счет ассириан. То есть ассириане их захватывали и увозили в плен. И на их место, там где они жили, оттуда заселяли все эти народы. С разных других мест, в Самарии. После сего Бог желая показать варвам, что он предал иудеев не по бессилию своему, но за грех их, на переселивших в Самарию, варвам напустил львов, которые погубляли их всех вообще. То есть все, кто начинали жить в Самарии вместо самих иеруссимлян, ой, израильтян, на них Бог львов посылал их просто всех. Вот написано, погублял их всех вообще. Погубляли их вообще все. Вот это интересные слова. То есть получается, ну вообще всех они просто сожрали. Когда об этом довели до сведения царя, он призывает к себе некоторых старцев иудейских, бывших в плену, и спрашивает, что бы нужно было сделать, дабы ли вы более не погубляли варваров, живущих в Самарии. И они обещают ему, что Бог Израилев презирает на то место и не терпит, чтобы там жили не знающие законы его. Посему, если он заботится о тамыщих варварах, то нужно послать иудейских священников, которые бы преподали варварам законы Божьи. Таким он обранный Бог умилоскался. Ну то есть язычники, они как думали, что у каждой земли есть свой Бог, и вот то, что они эту землю захватили, там они просто прогневали иудейского Бога. Их местного башка прогневали, и вот он им насылает львов. И надо вот и умилостиво просто умилостиво, и тогда он на этой земле будет спокойнее. Да, ну как язычник, и он полностью размышляет стандартно на тот момент. Царь слушает их и посылает одного священника, чтобы он преподал самарийским варварам закон Божий. То есть посылается священник. Но они приняли не все Божественные книги, а только пять Моисеевых. Бытие, исход, левит, чистый и второзаконный. Не отстали несовершенно и от нечестия, но по временам отставали от идолов и почитали Бога. Ну вот как у нас. Вот у них они пять книг принимают, а сектанты у нас 66 книг. Один из книг выбросили, убрали. Также вот самаряне, то есть те же сектанты, которые не принимают все священное писание. Посему иудеи по возвращении из плена всегда относились к ним с ненавистью, как к ассирианам по происхождению, и от имени Горы называли их самарянами. А они сами себя называли потомки Авраама и Акова, потому что Авраам был халдей, а Иакова считали своим по причине находившимся там источником. Иудеи же считали со всеми язычниками и их самарян нечистыми. Почему у корейзма Господа говорили, ты самарянин, то есть его обзывали так. И сам он говорил, то есть типа ты сектанты, они говорят. И сам он говорил ученикам, в город самарянский не входите. Для чего им глист подробно говорит о местечке и колодье Иакова? А во-первых, для того, чтобы ты не изумлялся, когда услышишь, что женщина говорит, отец наш Аков дал нам этот колодий. Ибо место это было сектима, сихем. И сыновья Иакова, Симеона и Леви произвели жестокое убийство за то, что из трех денег причину было насилие князем сектимитов. Потом, из того, что евангелист передает нам о местечке и колодье, мы узнаем, что отверженные евгелиев издавна было за грехи, к отвержению евгелиев. И когда они осказали Бога, тогда язычники обладевали их местами. И что они нечестью погубляют, погубляли то, что патриархи приобретали веру во Христа. Приобрели. Посему и нисколько не ново, если и ныне язычники введены Царство Небесное, вместо иудеев. Братья, по этому месту всем понятно, кто такие самаряне, почему они там оказались. Если что-то кому-то ушло из сознания, вы задавайте, говорите. Потому что их надо четко знать. Иоанн Беликулан, 4 глава, 7-8 стих. Приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отучили в город купить пищу. Толкование. Он для путешествия не употреблял подъедренных животных, но ходил пеший, научая и нас не требовать многого. Показывает мести и то, что он совершил путь усиленно, а не беспечно. Откуда и мы научаемся совершать дело Божие с усилимой старанием? Так как следствие человеческой природы он жаждал, то нуждался и в питье. Когда же он просит пить, с ним вступает в беседу женщина с душой любознательной. Что же нужно было делать? Уже ли отвергнуть женщину так любознательную и жажающую выслушать разъяснение своих недоумений? Но это отнюдь не свойственно человеческому человеколюбию Божию. Примечай, пожалуй, точность евангелиста. Он не сказал утвердительно, был шестой час. Но чтобы не погрешить, подкрыть не сказал, было около шестого часа, сообщая достоверность своего слова. Иван Гелетулана, 4 глава, 9 по 11 стих. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудеей, проще пить у меня самарянку? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал им в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просил его у него, и он дал бы тебе воду живую». И женщина говорит ему, «Господин, тебе почерпнуть нечем, а колось глубоко. Откуда же у тебя вода живая?» Толкование. По виду и, может быть, по одежде, и по другому положению тела, и по самой беседе самарянки, самарянка пошла Господа за иудея. Почему и говорит ему, «Как ты, будучи иудеей?» И так далее. Смотри, как провинциательна была женщина. Если бы нужно было беречься, то нужно было бы и Господу, а не ей. Ибо не сказала самаряне не сообщать с иудеями, но и иудеи не сообщать с самарянами. Однако же женщины не останавливаются на этом, но подумав, что Господь совершает дело противозаконно и исправляет бывающее не по закону, Христос открывает само себя не прежде, как обнаружил забрятельность женщины. Когда же обнаружил забрятельность женщины, ее проницательность точна и точна, тогда уже начинает беседа с ней о предметах веры. Если бы ты, говорит, знала дар Божий, то есть если бы ты знала, что дарует Бог, что Он дарит вечные и неприятные блага, если бы ты знала и меня знала, что я как Бог могу дать тебе их, то ты просил бы мне, и просил бы и получил бы воду живую. Водой называется благодать Святого Духа, потому что она очищает приемочек, и сообщает им большое освежение. Водой, не стоячую, какая бывает в ямах, холодных, гнилая, испортившая, но живую, то есть пьющую кричом, скакивающую, быстро текущую. Ибо благодать Духа делает душу всегда подвижную к добру, всегда полагающуюся в восхождении. Такую воду живую, всегда подвижную, пил Павел, забывающий сзади, не стремяющийся к переднему. Женщина говорит она, Господи, видишь ли, как скоро она отстала от низкого мнения и воздает нам больше учеб, называя Господом. Однако же она не постигла глубины речи Христовых, но в ином смысле говорит о воде. Он в ином смысле понимает она. То есть когда он ей говорит про воду живую, она еще не понимает этого. Она понимает, что это высоко, говорится. Ну, думай, что про простую воду. Далее читаем. 12 по 15 стих. Неужели ты больше отца нашего Акова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его? И Иисус сказал ей в ответ, Всякий пьющий воду сию вас дождет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жажать водейки. Но вода, которую я дам ему, сделается нам источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. И Акова считает отцом своими, себя причисляет к иудейскому благородству. Когда женщина сказала, Неужели ты больше отца нашего? То Господь, хотя и не говорит прямо, что я подлинный больше, дабы не представить еще доказательства и не показаться числамным, но приготовляет к своим словам, к этому своим словами. Говорит, кто пьет воду сию, тот опять вас жаждет. А кто пьет мою воду, тот не будет жаждет. То есть, если ты удивляешься Якову, который дал воду сию, то тем более должна удивиться и мне, которая дает воду гораздо лучшую. Ибо вода, которую я даю, делается источником воды, постоянно непрерывно умножающейся. Ибо святые не только и сохраняют до конца, что получают от Бога, но через благодать они принимают семена и начатки добра, а сами приумножают и возвращают. На сие указывает Господь притчу о талантах. Матфея 25 глава 14-й стих. И о содержателе гостиницы. Получивший два таланта через гостиницы, принявшего из раннего разбойника, Господь обещает, если что, и сдержившись своего, я отдам тебе. На это и здесь указывает Господь. Я даю жаждущим воду, но вода, которую я дам ему, не остается в той же мере, а умножается и делается источником. Так, в оглашениях Анании Господь дал Павлу немного воды, где они дают с нас. Но эту малую воду учения Ананина Павел показал источникам, так что потоки этого источника от Иерусалима достигли до Иерики. Она, кажется, понятлива Никодима. Тот, выслушав весьма много подобное, говорил, «Как это может быть, Иоанн Тригель?» А она начинает уже пренебрегать источникам Иеракова. «Если, говорит, ты имеешь такую воду, то дай мне пить естер, и я стану уже ходить сюда и черпать». Видишь ли, как она Господу ставит уже выше Иеракова? Господу уже поставил выше Иеракова. И что вам сказать? Какие вопросы по этому месту Писания или по другим местам, которые мы прочитали? По предыдущему отрывку можно добавить? Да, да. Кто-то из отцов говорит на это событие, что мы из него научаемся от Господа проповеди, в том плане, что отталкиваться от подручных предметов и событий, возводить ум собеседника к принятию благовестия. То есть, есть вот вода, и он заинтересовал ее этим, к тому же, где это видно, чтобы иудею Самарянки просил воды. И как бы на эту удочку она попалась. И мы также можем в каждом событии, встречаясь с людьми, в общем, вынести из этого урок благовестию. Верно. Абсолютно верно, скажем. И себя не надо в этом ограничивать, в благовестии. Потому что, если себя ограничивать специально, то столько талантов можно дарить. Неизвестно, какие таланты у нас содержатся. Вы должны нести благородную весть о Христе, и тогда таланты начнут в нас раскрываться свои. И смирение тогда будет, кстати говоря, потому что начнут бить по тебе, будь здоров. И говоришь, что ты там гордый, ну и все, ты гордый и есть. Молишься, исправляешься. К примеру. А так, когда человек сидит там сам, между собой, с ним ничего не происходит, то и чукдо исправит твою гордость. Кто тебе об этом скажет? Никто. Благовестие всегда надо. Используя все вот эти вот средства, вот как и здесь он использовал сам случай, использовал момент, использовал вообще саму вражду между иудеем, иудеями и самарянами для цели благовестия. Еще может, что есть кому сказать? Говорите, не стесняйтесь. Любые мысли какие-то. Участвуйте. Дуан Геритуана, 4 глава, 16-22 стих. Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правда ты сказал, что у тебя нет мужа?» «Что у тебя нет мужа?» «Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». «Это справедливо ты сказала». И женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда не на Горесии и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяйтесь, ибо спасение от иудеев». Она, чтобы скорее скрыть и вместе получить, говорит, «Я не имею мужа». И петый Господь через пророческое видение открывает свою силу и причисляет прежних ее мужей и обнаруживает того, которого она теперь скрывает. Не пришла ли она в досаду, выслушав это? Не оставила ли его? Не убежала ли? Нет. Но она еще более удивилась, еще более укрепилась и говорит, «Господи, видишь, что ты пророк?» И спрашивает его о предметах божественных, а не о житейских, например, о здоровье тела или имущества. Так целомуда и благорасположена и доброет ли душа его? Ее. О чем же спрашивает? Отцы наши поклонялись на этой горе. Говорит это об Иерусалиме и его преемниках, ибо здесь, говорят, Исаак, принесенный на жертву был. Шел для жертвы. Как же вы говорите, что должен поклоняться Горусалиме? Ну то есть она как еретичка действительно понимает. То есть неправильно. Видишь ли, как она стала выше. Незадолго перед этим она заботилась о том, чтобы не мучиться жаду, а теперь спрашивает об учении догматов. Пусть ему Христос в видеопонятливость, хотя и не разрешать всего недумение идет, ибо оно не имело особной важности, но открывает другую, более важную, но которой не открывал ни Никодиму, ни Нина Нафанаилу. И наступает, говорит, время, когда Богу будут поклоняться ни Верусалима, ни здесь. Ты, говорит, стараешься доказать, что обычаи самалянские достойны обычаи людей. А я говорю тебе, что ни те, ни другие не имеют достоинства, но наступит другой некоторый порядок, который лучше обоих всех. Но и при этом я объявляю, что иудеи достойны самарян. Вы, говорят, кланяйтесь тому, чего не знаете, а мы иудеи кланяйтесь тому, что знаем. Себя самого причисляют к иудеям, потому что он говорит применительно к понятию женщины, а она разумела его как пророка иудейского. Посему-то он и говорит, мы кланяемся. А как же самаряне не знали, чему они кланяются? Они думали, что Бог ограничивается местом. Посему, когда львы их пожирали, как выше было сказано, они через послов донесли царю васильян, что Бог вместо сего не терпит их. Однако же, после того, они долго продолжали служить идолам, а не саму Богу. А иудеи были свободны от такого понятия, хотя не все признавали его Богом всех. Ибо спасение от иудеев слова себе подают нам дворятую мысль. Ибо ту, что благо для вселенной предоставят у иудеев, ибо знание Бога и отвержение идолов от них имеет начало, и все прочие учения и догматы. И сей сам род вашего поклонения самарянского, хотя неправильно, хотя неправильно, получил начало от иудеев же. Или он спасением называет свое пришествие, которое было от иудеев. Можно и под спасением узнать и самого Господа, который по плоти был от иудеев. есть какие-то у кого-то вопросы, словно заметки какие-то. Читаем дальше. Евангелие Тулан, 4 глава, с 23 по 24 стих. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ибо таковых поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истины. Хотя, говорит, мы иудеи в образе поклонения преимуществами, прерывами, самарями, но и образ иудейского служения напоследок окончится. И перемены призывают не вместе только, но и в способе служения перемены сия очень близко и настало уже, ибо эти предметы не будут иметь значения во все времена, как и имеет изрочение пророков. Истинным поклонникам призывают тех, которые живут по его закону, которые не ограничивают Бога местным, как сморяние, или не считут его служением телесным, как иудеи, но кланятся в духе и истине, то есть душою и чистой ума. Так как Бог есть дух, то есть бестерезен, то и поклоняться ему должен бестерезно, то есть душевно. Бестерезно, как и многие, по-видимому, поклоняются ему душою, но не имеют о нем истинного понятия, например, языки. Посему присовкупил и в истине, ибо должен поклоняться Богу умом, но также должен иметь понятие о нем истины, так как самаряне ограничивали Бога местным и говорили, что на этом месте должен поклоняться, а иудеи все совершилось в образах и тенях, а иудеи все совершалось в образах и тенях, то против отличия самарян употребляют слово в духе, так что речь имеет такой смысл, вы, самаряне, совершаете служение Богу какое-то местное, а истинные поклонники будут совершать не местное, ибо они будут служить в духе, то есть умом и душевом. Вот что значит в духе служить, умом и душевом. Не буду поклоняться под образом и тени, как иудеи, но в истине, так как обычаи и обряды иудейские будут подменены, так как закон иудейский, понимаемый буквально, был образом тенью, то может быть слово в духе употребляло для отличия от буквы, ибо у нас действует уже и закон не буквы, а духа, ибо букву убивает, а дух же утворит. Второй конец пишет. Для отличия от образов и тени употреблено слово в истине, настанет, говорит время и настало уже именно время явления моего плоти, когда истинные поклонники будут поклоняться не на одном месте, как самаряне, но на всяком месте духом, совершая поклонение неинтересно той, как и Павел говорит, которому Богу я служу в духе моем. Будут совершать служения не образные, тенистые, указывающие собой на будущее, какие идеи, но служения истинные, не имеющие к их тени, ибо таковых поклонников ищет себе Бог как дух духоносных истинных истинных. Поэты, не сам есть какие-то вопросы? Что значит поклоняться духе и истине? Показано всем понятно? Время 20.10 Сейчас мы читаем. Женщина говорит ему, ты знаешь, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, который говорил с тобой. В это время пришли ученики и удивились тому, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. А откуда узнала женщина, что придет Мессия, назовем Христом? Как они приняли книги Мессии, то из них и знали прощество Христе и то, что Он Сын Божий. Так слова сотворим человека очевидно связаны отцом, сказаны отцом, сыну, беседующий с Авраамом в палатке, был сын. О нем пророчестве говорил Иаков. Не скудит князь от Иуды, пока придет кому отложено. То есть пророчество уже мы читаем в Пятикнижии Мессия, то есть еще в самой книге Бытия о том, что Христос будет помазник. И самый сей пророков оставит Господь из братьев ваших как меня его будете слушать. Да место мусульмане к себе относят, как говорят. Да и в раю уже было предупреждение, что как там написано. Семь и жены сотрет главу змеи. То есть святые отцы толкуют речь о Христе, указание уже о Христе. Когда таким образом самый ход речи требовал Господь уже открывается ей, открывая ей само себя. Если же бы он сам начал сказал, Христос это Я, то не убедил бы женщины, да и мог показаться каким-то заносчивым и гордым. Теперь их мало-помалу заставляет помнить обетование Христе. Он же открывает и само себя. Почему же он женщине сказывает, что он мессия, а иудеям, которые часто спрашивают скажи нам ты или Христос, он не открывает себя. Ему ничего не говорил, потому что они спрашивали не для того, чтобы узнать истину, для того, чтобы более окрепитать его. А ей ясно открывает себя, потому что она благонамеренна. Но это и нам так поэтому следует. Если мы знаем, что человек нас что-то спрашивает с целью что-то подкопать под нас, то и отвечать ему не следует. Давай, да? Да, повода ему давать. Она спрашивала простодушно и желанием узнать истину. И это видно из нижа следующего. Услышав откровение, она не только самого веры, но и других привела к вере. И во всем является женщина основательной верующей. В то время как окончился разговор женщины учения пришли ученики и удивлялись его смирением, по которому он с такой снисходительностью разговаривал с женщиной бедной и самарянкой, так как у всех был в славе известности. Удивляется однако же не смея спросить о чем он говорит с ними. так они были обучены и сохранили должное от учеников уважения к учителю. В иных случаях они по-видимому смелы. Например Иоанн преподает в груди Иоанн 13.25 приступает с вопросом кто больше в Царстве Небесном. Сыны из Идеи просят чтобы одному сеть по правую и по другому по левую руку. В этих случаях они спрашивают о том что их самих касалось и что представлялось им тогда необходимо. А как здесь вопрос не занимал их мест их самих так и много не было совершенно необходимо то они не употребляли смелости как неблаговременные. То они не употребляют смелости как неблаговременные. Я прошу прощения за мое сегодняшнее чтение а то я после ночи и так и не спал. Да я прям сейчас это читаю и сейчас я поймал на мысли что я уснул. Мысль для тела. там да потому что много много написано видите как она живо отреагировала то есть сектанка встретилась с самой истиной и сразу поняла что это истина сразу хотя у нее там уже было сколько то есть она блудница была пять мужей ну то есть они не мужей она она откликнула на ее слова а представляете получается если мы не отвлекаемся на слова если какой-то человек читая Евангелие не отвлекается на слова то что в душе то у него происходит если женщина с пятью мужьями то есть в блуде постоянно разворачивая живущая смогла это увидеть то что у людей это творится в них если они не могут истину распознать Христова я когда первое читала Евангелие вот это беседа о Самарянке вот тут Господь меня и поймал я первая кому начала говорить то что Иисус Христос есть Бог то есть Он Мессия обещанный пришел в этот мир взять грехи наши только Он дает прощение грехов своему мужу но у меня не было еще тогда послание апостолов и потом я уже в церкви приходи у меня такая благодать я не знаю была я всем всем говорила и его родственникам всем ну явно что-то у меня внутри произошло а что в детстве когда я жила вот меня мать крестила в детстве да где-то края муха когда мы жили в России я слышала что придет должен прийти Мессия обещанный то есть какая-то самарянка наверное и когда уже мы уехали из России уже подросла я ходила в церковь на Пасху тоже красили яйца Пасху справляли но то что Христос пришел на землю так и не узнала а уже потом в Германии когда начала читать Евангелие то тогда поняла что Христос вот он он пришел то есть я как самарянка уверовала во Христа уже тогда точно окончательно и начала и начала благовестность сразу я даже не понимала что это благовестие говорила уже всем о Христе так он и есть Бог говорю вот он Мессия обещанный у меня вот эта эйфория была где-то 2-3 месяца вот так а потом когда уже после того как всем уже рассказала кому можно я уже поняла никому не надо никто не хочет слышать да действительно как самарянка и самарянка также пошла пошла в город и говорит людям пойдите посмотрите человек который сказал мне все что я делал он не он ли Христос да но видишь тебя интересовал этот вопрос то что Бог или это и ответ получила и возрадовалась ты как иудейка в этом смысле не а самое удивительное то что вот спроси православных если самаряне у них было пятикнижнее Моисея то есть они что-то знали о законе Божьем да а мы православные мы даже этого не знаем я даже здесь западе Моисея не знала ну как бы совесть обличала да когда уже совершеннолетие уже согрешаешь тебя уже совесть обличает но то что были даже десять заповедей даже этого не знала и вот даже среди православных когда я рассказываю вот в это воскресенье я была в церкви но я не хотела сказать когда уже я думала как сказать вот этой девушке она накрашенная в штанах и батюшка ее допускает до причастия он раньше так не делал а он когда строил новый сейчас храм очень дорогой за него надо много платить и он сейчас допускает всех уже в храме ходят в штанах накрашенных причастию ну как в сирийской церкви антиохийской и все-таки я думала как ей сказать вот чтобы она не обиделась вот я уже до конца литургии думала как ей рассказать а потом мы вышли в церковь я начала говорить на арабском языке там к нам приходит одна семья сирийских христиан то есть поговорить с ней о ее родителях куда они ходят они же не понимают она приходит она у нас не понимает же на литургии ничего только чтение евангелия она читает на арабском языке и знает и тут оказывается вот эта девушка она ее подвозит к нам в церковь я ей показала это самое слово божье там где написано что в церкви нельзя говорить она перед причастием как начала разговаривать то есть она уже согрешила и тут бежит к причастию я когда показала ей по слову божьему где написано она сразу такая возгневалась на меня говорит слушай у меня был мир в душе а сейчас ты разрушила весь мой мир после причастия и прям вот так аж трясется и говорит мне а ты вообще кто я говорю я говорю я благовествую тебе и слово божье по евангелию что бог будет судить тебя по евангелию она говорит ну бог будет судить меня а ты вообще кто то есть дает мне намек что это дело священников то есть мое дело ничего она говорит ты меня судила ты мне сказала сейчас ты разрушила мой мир в душе очень ей не понравилось если это мир если его разрушает слово божье я и хотела показать вот это евангелие от юанна где господь будет судить по слову своему она сразу убежала и даже не выслушала начала всем говорить что вот она мне начинает говорить обличать меня судит меня я еще ничего не сказала она уже на меня так взъелась и потом я уже и потом я уже начала беседовать с этой девушкой которая ходит к нам из сирийской церкви она оказывается всю литургию она перевела ей кто-то перевел на немецкий язык половины на половину арабский она уже ну она смотрит что батюшка когда что-то делает она уже понимает о чем читается а вот родителей ее нет они там ходят в католическом храме там два раза в неделю проводится сирийская служба она говорит Иоанна Златооста а не апостола Якова говорит здесь которая сирийская церковь они говорит перешли католикам под папой то есть там написано только что она православная да но там они папу почитают уже и мы с ней так хорошо побеседовали по Евангелию но она оказывается думает она мне показала Евангелие от Матфея 7 главу там где говорится не судите никого каким судом судите таким судом вас будут судить а я говорю кроме Евангелия есть еще и послание апостолов ну то есть послание апостолов там на последнем плане то есть только она руководствуется только в салтире и Евангелие и то что благовестие говорит это да благовестие это не наше дело это дело священника вот она так понимает она мне так сказала и то что вот говорить о грехе а я говорю а если ты видишь что кто-то погибает от грехов разве ты не подойдешь не скажешь ему Но она так задумалась, и я говорю, ну ты же должна подойти и сказать ему, допустим, он не знает, что это грех. Но она позадумалась так и сказала, но все равно говорит, я не могу говорить, мне это запрещено. Говорит, это делают только священники. То есть благовестия напрочь у них нету, они не понимают этого. То есть если ты кому-то что-то говоришь, начинаешь говорить по слову Божьим, ты уже его судишь, осуждаешь. Это первое, да. Сразу начинает просто тебя бить. И у них у всех такое понятие. Теперь я понимаю, почему вот эта вот война в Сирии произошла. То есть люди совсем неправильно понимают слово Божье. Не учат у них священники так, как должно быть. Ну как у нас практически. Это только сейчас там начинают в Ливане где-то учить. Да, но в Сирии до сих пор они понимают совершенно по-другому. Да, 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 да. Ну вот ты же говоришь, если они принимают, то есть у них это идет Евангелие и там Псалтырь, ну то есть они, а остальное как бы все, как нету. Ну это так только можно еретически и понимать, собственно говоря. Они там догматы никакие официально-то не исповедуют еретически, да, но фактически мыслят еретически. Да, да. И у нас православные в точности то же самое, абсолютно то же самое. Вот я вчера, ну материал по тому, что женщинам нельзя носить и мужчинам одежду. Мужчинам женскую, женщинам мужскую, и Слово Божие там из канонов. Я всем своим знакомым женщинам и сестрам отослал, ну так, чтобы они просто это знали. У них чтобы было это, чтобы они это имели в виду. И там по-разному у всех разные реакции совершенно. Кто-то, ну, понимал, согласился, сказал, ну что действительно так. Там так и есть. К этому стремлюсь я там стремиться надо. А вот, допустим, сестра у меня Дарья, в этом, в автое, да? А вот это ее и задело, будь здоров. Вот это у нее вылезло, так начнет. Такое полезло. Такое лукасство пошло. Да говорит, да там, говорит, раньше все мужчины сами в юбку ходили, говорит. И фотография не наслала. И там, говорит, джинсы, говорит, они если женские, они другие, они по-другому одеты. То есть они, ну, все другое. Как, говорит, я, говорит, как и на скалу буду лезть, как и на велосипеде буду лезть, если в платье, как, говорит, там буду в спортзал ходить. А я пишу, а зачем христианке ходить в спортзал среди неверующих? Просто людей, блудников всяких, блудниц. Зачем ей в скалолазить? Зачем это надо-то себе? Друга говорит, ну, спорт, ну, ходи. Бегай, там, и в платье можно делать все. Ну, в спорт нужно, понятно, в городе ты живешь. Ну, то есть лукавство. То есть хоть как выкрутиться в этой любой ситуации. Да, чтобы только не... То есть и потом все-таки признал, говорит, ну, пусть будет это, говорит, моим малым грехом. То есть, которым, да. Ну, я говорю, ну, какой это малый грех, если этот малый грех, ты не можешь от него отказаться. От этого малого греха. А он, получается, совершенно не малый грех. Да. Ну, говорит, ну, вот я не буду... Если, говорит, я говорю, ну, платок, то надо же одеться все равно. Ну, говорит, ну, как я дену платок, я этим самым буду соблазнять других. Они будут осуждать меня, злиться. И, то есть, только раздражаться. Я им, типа, их соблазню. То есть, представляете, насколько дьявол перевернул вообще все понятия. У православных людей. То есть, оказывается, когда ты делаешь добро, ты соблазняешь человека. Соблазняешь. То есть, Христос, он пришел, да, там сразу разделилось напополам. Одни на воссуждение, другие на спасение. Это он неправильно сделал. Потому что он соблазнил вот эти вот, которые его злились так. У них в душе это было все хорошо, все нормально. А тут Христос пришел и мир душевно всем нарушил. И многие говорят, вот я Игнатия Тихоновича, вот я смотрел, слушал такого-то там священника, и все у меня хорошо. Я слушаю, я чувствую у них любовь. А вот я Игнатия Тихоновича посмотрю, и все, и у меня, и все, мир теряется. Но это не от Бога. То есть, вот такое рассуждение. А если оно... То есть, они судят по внутреннему своему состоянию. А, как правило, всегда такой человек обязательно не покрыв джинсов, к примеру, если это женщина. Обязательно не соблюдает посты. Или строго не соблюдает. То есть, почему-то вот строго так вот это связано, это я заметил. То есть, считают, что это все ненужное, в принципе. И можно как хочешь это интерпретировать. Там каноны все, там они это все отжилы. Да сейчас священники, я реально, ни одного не могу встретить священника, ни одного не встретил священника. Кто считает, что канон надо исполнять. Просто не встречаю таких священников. Ни одного просто, ни семинаринства, ни священника. Их просто нету. Просто их нету. Ну, они все-таки можно... Красную книгу надо заносить. То есть, хотя говоришь, ну, ты, тогда ты скажешь, ты должен отвергнуть эти каноны открыто и перестать быть православным. Либо ты должен их исполнять. Два вариантов-то нету. Либо ты их исполнишь, либо ты их отвергаешь. Других вариантов у тебя быть не может. А это все, все остальное лукавство. Предельно извратил дьявол. Предельно все он перерывнул нас. Мы все просто позабывали, все неправильно понимаем. И вот когда начинаешь по Слову Божьему говорить, вот, а оно четкое же Слово Божие. Оно не перетолковывается. То есть, есть толкование, и все четко ты по нему уже. Тут вот это все вскрывается, начинается, что оказывается, Христос, он обличал законников. Как говоришь, а где он законников обличал? Он ни один раз, никогда в жизни ни одного законника не обличал. Он обличал лицемеров, которые как раз-таки, говорят, самые важные законы-то и не выполняют. То есть, какие они законники, если самые важные, они выполняют суд, милость. А, ну, что еще там? То есть, самое важное в законе, говорят, искусство, суд. Они не судили правильно. То есть, они, вот как в храм заходит человек, он в джинсах и прочее. Ему кто-то сделает замечание, скажет, ну, нормально, оденься. А священник говорит, ничего, ты не порти, отодей. То есть, ты не имеешь права это говорить. То есть, он не рассудил правильно. То есть, оставил суд. Он должен судить, должен конкретно выводить верных, неверных. Да, и так и много, и много, и много другого. Допускает причастие. То есть, суд оставил, не рассуживает. А это по закону, он сказал, самое важное в законе Христос говорит. Вот такие дела. И там еще у нас была беседа с этой девушкой. Я успела с ней побеседовать. Там это ее девушка другая ждала о Духе Святом. Как она понимает, для чего пришел в этот мир Дух Святой. Как возникла церковь. И я вижу, что она читала Деяния апостолов. Она мне объясняет. Но самое удивительное, что вот я с ними общаюсь. Они все расположены к общению. С ними можно разговаривать, беседовать. Они могут читать. А вот православные, они сразу бегут. Они ничего не читать не хотят. Ты не можешь им ничего даже донести до их ушей. Ничего не хотят слышать. И она говорит, что у нас просто в церкви учат, что Христос, он... Вот это все, что было в Верховном Завете, оно уже не исполняется. То, что мы живем по Новому Завету. Ну, вот это и уловка, собственно, у Дьявола. Самое главное. Отвергается Ветхий Завет. И принимается Новый Завет. И как в противоречии другу выставляется, на самом деле. Это вот самое главное. Так и познается. А на самом деле это все два кроваводных птицей. Вот смотрите, сказано. Горе вам, книжники и фарисеи. Христос говорит, что даете десятью смяты, анисы и тмины. И оставили важнейше в законе. Суд, милость и веру. То есть суд оставили. Закон. Да. Суд оставили. Вот я уже приводил пример. Милость оставили. То есть эпитемии не накладывают на людей. То есть милость полностью оставлена. То есть к душе милости никакой нет. То есть человек пришел в греха. Ему нужно какое-то исцеление получить. А он ему раз иди, говорит, исповедь причастись. То есть закрепи, то есть печать на все еще поставь. То есть милости никакой нет. И веры. Ну веры понятно нет. Трусливость. Вот допустим, в советское время все крестили трекратным погружением. Все старобрядцы крестились. Сектрант трекратным погружением крестились там. Но только священники православной московской патриархии, они боялись, говорят, чего-то. И не крестили таким образом. То есть они, веры-то получается нету. Если ты боишься, то веры у тебя нет. То есть и вот Господь говорит, выгодят в законе самое важное оставить. Суть, милости, веру. И, говорит, все ее належало делать. И того не оставлять. То есть платить дезектирую, это оставлять нельзя. И это надо делать. Все четко написано. Ваши слепые, оцеживающие комара и верблюда поглощающие. То есть как они оцеживают комара? Очень просто. Говорят, ты должен, чем чаще ты исповедуешь, причастись, тем лучше. То есть ты там чуть-чуть что-то у тебя там не так, ты уже все иди исповедуешься сразу, быстрее беги. Оцеживают комара у человека. А то, что он там, человек в грехах там, в блуде живет. Это там особо-то и я лично знаю, священник, который при живущем в блуде, живущих в этом допускают до причастия. Но в то же время, говорят, надо чаще исповедуешься, причащаться. Чаще. То есть ты там, что-то там, мысль кого-то ты там осудил, иди сразу ты должен все это исповедуешь. Комара, оцеживаешь это. Ты даже на самом деле человека не знаешь, он осудил или нет. То есть если действительно у человека раздражение на кого-то, то есть он говорит, у него раздражение, мир теряет, конечно, он его осуждает. Но если, и вот Игнать Тихович правильно говорит, надо так, в присутствии того человека, как он, ты говоришь, ты можешь о нем это сказать. Если не можешь, то ты осуждаешь. А если можешь, то значит, ты на пользу тому человеку воришь. Ну, да, обречаешь. Да, обречаешь. Вот так надо себя проверять, потому что действительно можно впасть в осуждение. Это есть такая драма. Воря вам книжек и влесели лицемеры, что очищайте внешность, чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Да. Кому-нибудь есть, что сказать, добавить. Мы полтора часа уже сидим, общаемся. Вот я всем советую, я сейчас скину ссылку, обязательно почитайте. Да, это просто обязательно почитайте. А там четко показано, как устроено, как вот, когда человек встает на путь реального христианства, как у него проникает, какой может дух в него проникнуть именно под видом христианской любви. И как, потом, что происходит с человеком? У меня есть позиция, потому что... Да, я сейчас это сброшу. Вот. Так, куда я скинулся? Куда я скинулся? Вот, вот, вот. Да, сюда. Вообще, не первый. Да, вот, все. И вот так. Первый. Так, ну что, братья, тогда помоемся, если нет ни у кого ничего добавляет. Так, сегодня, сегодня... Владислав Ковачев. Помой... Ты здесь, Владислав? Да, да, я здесь. Помой? Хорошо. Все, давай, Малин. Своими словами? Ну, может, достойно есть я кого истинно, и потом своими словами. Достойно есть я кого истинно блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херуиму, славнейшую без сравнения с Серафим, без искления Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава, Свою Сыну и Святому Духу, и ныне и пристанно веке. Господи, благодарим Тебя, что Ты благословляешь это собрание для возрастания веры и познания, для поклонения Тебя в Духе и истине. Ты уносишь в нас дары Святого Духа, чтобы мы исполнили Твоё призвание быть светом миру. Дай ревность и дерзновение к благовестию. Хвала Тебе, всеми милостивый и взыскивающий Его. Слава Тебе, Отец и Сын и Святой Духу, и Тебе. Аминь. Благодарю Вас всех. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.